Я так как-то не воспринимаю жизнь как череду каких-то ожиданий. У меня есть дело, которым я служу, оно такое, ну, какое-то перманентное такое, постоянное. Поэтому каждый год мы проживаем жизнь Христа Спасителя через наши праздники церковные. Вот сейчас будем переживать его рождение. Ну, в ожидании, конечно, праздника. И каждый год мы на разном уровне его встречаем. Потому что на год стали старше. Вот, что-то за этот год открылось. Может быть, что-то такое произошло, что каким-то образом душу трунуло. А над чем остальным? Ну, просто трудимся в надежде, что это принесет какие-то плоды. И из этого нашим и соотечественникам, и единоверцам выйдет какая-то польза. Удивила сила христианской молитвы. Когда все молились за Сирию, Господь смилостивался. И несмотря на то, что были затрачены миллиарды денег на то, чтобы ее уничтожить, тем не менее, вот эта вся военная армада не ринулась на то, чтобы ее уничтожить. А как-то вот Господь дал еще время и силы на сопротивление вот этим силам зла. Вот. Все молились христиане и на западе, и на юге, и на севере, и на востоке. Вот. И мы православно тоже в этом участвовали. И вот, чтобы Господь услышал нашу молитву, это вот какое-то для меня очень такое важное событие. Что ожидаем? Ну, то, что вот наша молитва за Украину и за Киев, мать городов русских, тоже как-то сыграет такую значительную роль. То, что молитва, мы убеждаемся, она превозмогает все. Хотя люди, которые не имеют такого опыта, им кажется, что больше какие-то вот, ну, акции политические, там, дипломатические, военные, они вот играют самую значительную роль. Вот мы убеждаемся, и наша вера нас убеждает, что молитва, она гораздо более способна превозмогать вот всякие такие. А покушение на нашу народную жизнь. И, может быть, Господь и попускает всяким испытаниям для того, чтобы мы объединились в молитве. Ну, конечно, вот очень отравно тоже память вспоминаю, как вот собирали средства на наш Дальний Восток. Тоже, конечно, и истинное христианское проявили милосердие. Вот, собрали огромные суммы, денег, это тоже. Ну, и государство полегче, бюджеты, имею в виду. Вот. Справиться с этой задачей. Дай Бог, чтобы теперь... И об этом тоже надо молиться. Чтобы новое жилье было сделано добросовестным образом. К сожалению, вот. Страсть к наживе, она превозмогает у людей часто совесть. Вот это, конечно, очень нежелательно. И боишься за это. Вот. Ну, будем надеяться. Вот. И вы спрашиваете, на что надеемся? Вот надеюсь на это. Как-то у меня так душа устроена, что как-то все события важные. Так бывает. Как бы... Слон большой, симпатичное животное. Вот. И как-то он... Ну, и хомяк. Тоже он маленький. И симпатичное животное. Тоже и события, вот, бывают какие-то такие вот они значительные. Но даже вот маленькие события, какое-то вот... Какому-то одному человеку помочь. Ну, для меня это так же значительно, как то, что многим людям сразу какое-то... Послужить какому-то их облегчению. Как-то... Ну, дело в том, что масштаб личности одного человека, он равен вселенной. Поэтому... Это может быть для политиков, когда там миллионы, миллиарды. Это играет какую-то роль, связанная каким-то образом с выборами. Вот. Ну... А для нас, обычных людей, как-то... Всякое доброе дело, оно Богу угодно. Объективно, время, оно одинаково. Это такая величина математическая. Строгая. А субъективно, конечно, в связи с темпом нашей жизни, особенно в большом городе. Каждый год, каждый день огромное расстояние преодолеваем по коммуникациям. В каждый день мне надо встретиться там не с одним десятком людей. Поговорить по телефону с 35-ю и 10-ю. Так, писем получаю там, ну, тоже до полусотни. Вот. Ну, это же убыстряет. Если бы я жил где-нибудь в Тамбовском имении, там, ну, какой-нибудь сосед приехал раз в две недели. Ну, пошли бы с ним на охоту. Вот. И все. Что еще? Чем заняться? Не в карта же играть. Все медленно, спокойно, величаво, размеренно. Вот. А сейчас, конечно, вот... И весь мир стал маленький, и все, что происходит в соседних странах. Как будто у нас на улицах. Все это очень близко. Тоже как-то все это убыстряет. Ну, и... Сами новости, они уж очень быстро сменяют друг друга. Люди не успевают их осмыслить. Ну, и я в том числе. Поэтому, в общем, живем в таком довольно калейдоскопическом состоянии. Что довольно трудно. Ну, ничего другого не дано пока. А как вам вот эти вынужденные, обязательные отпуска и каникулы, вот, которые сейчас в начале января? Я уже более 30 лет отделен от государства, даже юридически. Меня это никак, собственно, затрагит. У нас своя жизнь по календарю. Я, так сказать... Государственный праздник для меня – возможность встретиться с прихожанами. Потому что все свободны. Я обычно требы совершаю в эти дни. Потому что город свободен. Куда едешь на машине, там полтора часа, сейчас можно за 25 минут. Или за 20. Если не скользко – доехать. Одного, второго, третьего. И все в порядке. Вот. То есть, как бы использую. То есть, мне нравится, когда город и светлый, и в то же время. Вот сегодня я до службы ехал час двадцать. Вот. А так, если я на Пасху буду возвращаться домой, я даю до дома за 15 минут. Поэтому такие дни, когда вот все еще спят, это в праздник. В праздник большинства народа спит, конечно. До полудня. Вот это самые такие благодатные дни. У нас, у людей, верующих и церковных, в этом смысле жизнь веселей. Вот. Как-то. И каждый день у нас Пасха. Или это вот день вот. Спиридон Тренифонского. Ну, вот сразу вспоминаешь, это самое, вот греческие острова, где его мощи лежат, вот тот храм, где мы около его мощей молились, его житие, он как-то к нам приближается из глубины веков. Из той эпохи, когда никакой России еще не было. А он наш старший брат. И мы в этой атмосфере живем. У нас главная новость какая-то. Праздник Спиридона Тренифонского. Вот. Поэтому немножко, конечно, жизнь, она такая богаче в этом смысле. Для многих действительно верующих, то, что вот такие длинные каникулы, это возможности, если вам провести Рождество, подготовиться к нему. Да, не знаю, что там готовиться-то. В храм ходить, чтобы время было. Ну, так это радость. Никаких тут особенных подготовок. Там это все происходит уже так очень по-хорошему, привычно. Это, ну, как бы жизнь наша. Мы это переживаем каждый раз, как вот, что мы вместе оказываемся с пастухами и вифлеями, с волхвами, дары приносим, осмысляем это, как-то вот сплачиваемся вокруг яслей. Это очень такая замечательная. Представляете, вот такое единомыслие. Столько людей, и все вот вокруг иконы Христа Спасителя поем такие чудные песнопения. Он нас слышит, отвечает. Такая удивительная, прекрасная жизнь. Продолжение следует...